приветствую вас друзья мои сегодня я подготовила для вас прогноз таро райдес для знаков зодиака который называется советы предупреждения поехали овны овным на этой неделе идет очень серьезное предупреждение по поводу состояния их здоровья дело в том что здесь могут быть проявлены не только какие-то хронические заболевания но и могут быть проведены какие-то хирургические вмешательства либо операции надеюсь что вы действительно запланировали поход к стоматологу или может быть косметологу а также обратите внимание на здоровье своих родных вокруг в целом вокруг здоровья и вокруг него будет крутиться эта неделя середина недели принесет интересные влияния которые будут связаны с вашим жилищем это говорит о том что будут какие-то либо предложения по изменению например ваш партнер придет и предложит вам сделать ремонт или выкинуть наконец-то старый просиженный диван в общем как-то нужно будет улучшить условия вашего проживания и конец недели это не очень приятные вещи которые могут принести вам скажем ваши недоброжелательницы с чем это может быть связано сложно сказать либо с завистью которая давным-давно была в вашу сторону но никак не была проявлена либо с тем что принесут вам какие-то сплетни про вас которым вы к сожалению эмоционально подключитесь и в общем-то будете нервничать а еще конец недели не очреват обжорством в прямом смысле этого слова будто бы у вас будет отсутствие насыщения чем-либо что вы делаете в своей жизни будь то работа будь то деньги будь то ваши цели как будто вот это вот насыщение не будет приходить поэтому постарайтесь не обжираться это такой очень важный совет потому что все может сказаться на вашем здоровье тельцы у тельцов на этой неделе будут паузы паузы в делах паузы в состояниях то есть словно бы вселенная говорит тебе остановись остановись и посмотри вокруг причем посмотри под другим углом вы будете чувствовать особую связь с духами вашего рода с тем что вас кто-то ведет кто-то помогает это будет некое движение где вы будете не один поэтому внимательно слушайте и все что пришло в паузу оставьте в этом состоянии перестаньте не стись перестаньте бежать на этой неделе особое внимание уделите своим отношениям любое партнерство в котором вы будете в которой вы будете входить или которые у вас уже есть это бесценный ресурс который пришел в вашу жизнь и вы можете взять там энергию для реализации конец недели будьте внимательно со своими прихотями со своими желаниями не употребляйте алкоголь есть указание на то что это может привести к негативным крайне негативным последствиям очень будьте в трезвом уме и памяти близнецы у близнецов на этой неделе замечательные знакомства это могут быть встречи по работе это могут быть свидания это могут быть те знакомства которые можно будет развить в что-то очень стоящее. А еще на этой неделе вы будете сталкиваться с заключением документов, с какой-то буквой закона и с какими-то бюрократическими организациями. Дело в том, что на этой неделе произойдут события, которые должны произойти. Они будут судьбоносными. Я не буду их оценивать хорошими или плохими, потому что здесь нет таких указаний. Но все, что будет происходить на этой неделе, будет нести кармический характер. Поэтому внимательно думайте, что вы говорите, делаете и как вы себя ведете. И еще оценивайте события, которые пришли в вашу жизнь. Я бы на вашем месте вообще их записала, чтобы через полгодика заглянуть в этот блокнот и посмотреть, что произошло и что запустило, какие процессы. Конец недели принесут не очень благоприятные новости, но вас это не сильно расстроит. Но новости и новости. Кто принес, тот и унесет. Раки. У раков на этой неделе просто масса мужской энергии. Мужская энергия, которая будет прям через край бить. То есть, словно бы, если вы руководствовались раньше интуицией, то здесь только рационально. То есть, во всех своих жизненных процессах вы будете проявлять мужскую энергию. То есть, мужские решения, мужское давление. То есть, вот как будто что-то внутри вас откроет вот эту дуальную часть мужского типа. Для мужчин, понятное дело, что это очень хорошо, когда такая будет проявлена мужская сила во всем и будут расставлены все точки над «и». А вот для женщин, друзья мои, это, конечно, несет опасность для личных отношений. Потому что мужчине не нравится жить с мужчиной в женском обличье. Будьте внимательны, будьте более мягкими, но при всем при этом используйте эту энергию для того, чтобы принимать разумные решения. В конце недели вы можете стать жертвой манипуляции и втянуты в какой-то конфликт. Именно из-за этого мужского поведения. В общем, советы и предупреждения у меня таковы. Львы. Львам на этой неделе очень важно обратить внимание на детские энергии. Если вы хотите ребенка, пришло время его зачать. Работайте над этим и идите в эту сторону. Если есть рожденные дети, то, конечно, огромное внимание и все свое время постарайтесь уделить именно ребенку. Либо детям, которые у вас есть. Именно в них будет то счастье, которое вы давно не обретали. Те энергии, те эмоции, которые вы можете даже взять у них, научившись быть такими непосредственными. На этой неделе можно запланировать какую-то поездку, либо она у вас уже осуществится. Потому что есть все аспекты, указывающие на то, что будет дорога, путь и то событие, которое должно быть неотвратимо пришедшее в вашу жизнь. Поэтому дорога к счастью всегда прокладывается именно по пути, а не в своих мечтах. Делаем конкретные действия и не забываем о детской непосредственности. Девы. Девам на этой неделе будет непросто. Вы столкнетесь с собственной ревностью. Словно в вас коснутся чьи-то переживания, чьи-то мысли. Может быть то, что вам не будет уделено должного внимания. Ревность это нормально, в ней всегда мы учимся тому, что есть в нас несовершенства, с которыми нужно работать. И это очень важно отметить и просто проработать. Потому что по сути вокруг вас много любви, много энергии, но ваши личные чувства должны быть проработаны. Будьте внимательны со своим иммунитетом, сила как будто бы будут вас покидать. Вы будете чувствовать себя уставшим, немножко может быть не сфокусированным. Но при всем при этом все дела будут двигаться своим чередом. И конечно же ревность, которая придет к вам, укажет вам на то, с чем нужно поработать. Весы. У весов прекрасное время для планирования. Прекрасное время расставить все точки над «и», причем это будет происходить само собой без вашего участия. Приходит ситуация, а у вас уже есть решение. Приходит ситуация, а у вас уже есть ясность. И ваша задача просто говорить про эту ясность всем вокруг и себе самому. Чем яснее на этой неделе вы выстроите все свои взаимоотношения с работой, с людьми, с партнерами, со своими детьми, тем проще будет происходить ваши ближайшие три месяца. Это время планирования, это время расставления точек над «и», это время прихода новых энергий с ясностью, благодаря которой вы все выстроите. Скорпионы. Скорпионам на этой неделе будет сложновато. Вам будет казаться, что все от вас отвернулись, вы остались одни, никому до вас нет дела, и вот это гнетущее чувство одиночества будет кричать о том, что вам нужна помощь. Вам будет хотеться компульсивно куда-то примкнуть. Звонить подругам, друзьям, возьмите меня хоть кто-нибудь, поговорите со мной хоть кто-нибудь. Друзья мои, не распыляйтесь. Пожалуйста. Ваши фантазии о том, что все вокруг вас должны вести себя определенным образом, на самом деле нереально. А еще на этой неделе вы можете столкнуться с неким разочарованием, потому что вы работали, работали, делали что-то в определенном направлении, но это не принесло должного результата. Да, результат отложится, либо тема трансформируется во что-то другое, но не нужно отчаиваться. Во-первых, вы не одни, а во-вторых, действительно важно быть гибким к тому, что приходит и приносит вам вселенная. Конец недели важно проявить предприимчивость, и тогда все вернется в свое русло. Поэтому ни в коем случае не отчаиваемся и не думаем о том, что вы никому не нужны, особенно себе самому и этой вселенной. Немного предприимчивости, и все в ваших руках. Стрельцы. Стрельцам на этой неделе придется обороняться. Будет казаться, что все и вся вокруг вас нападают на вас, как будто кто-то хочет откусить от вас кусочек ваших денег, ваших эмоций, вашего хорошего состояния, ваших связей даже, да, кто-то захочет откусить. Будьте внимательны, будьте трудолюбивы, будьте сфокусированы только на своих целях, и тогда обороняться от всего происходящего будет гораздо проще. Ни в коем случае не проявляйте агрессию. Если будет сказано грубое слово, вы кого-то обидите, люди будут ранены до глубины души. Вот на этой неделе энергия от вас, она может ранить настолько, что потом эти отношения можно не восстановить вообще. Конец недели, хорошее взаимодействие с руководством, либо с людьми, которые принимают решения важные для вас, в вашей работе, в вашей карьере. Поэтому к концу недели постарайтесь быть в полном порядке. Козероги, козерогам на этой неделе будет непросто. Вы будете оглядываться вокруг и смотреть, что для вас действительно важно, кто для вас важен, что ценного приносится в вашу жизнь, а самое главное, что вы делаете для всех для них. Вы пересмотрите свое участие в чужих жизнях. Вы наконец-то поймете, что вы первичная единица, и все, что вы делаете для других, в общем-то, не возвращается к вам в том объеме, в котором вы вкладываетесь. Это важное состояние и понимание брать-давать. Не давайте больше, чем получаете. Иначе вот этот баланс будет приводить вас к колоссальной усталости, как будто вы все время работаете на раздачу. А эта раздача ничего не приносит. Друзья мои, это неделя нахождения с самим собой, переоценки ценностей, переоценки своего собственного положения в этом мире, которое должно быть ваше. Мир тоже для вас, а не только вы для него. Водолеи. Водолеи на этой неделе прорабатывают свои страхи. Страхи, связанные с вашим здоровьем, страхи, связанные с вашей работой, страхи, связанные с отношениями с вашей семьей. Вы пересмотрите все, да, от своего рождения до нынешнего момента, потому что здесь есть то, что вы должны вложить в себя. Это неделя вложения в себя любимого. Это неделя вот инвестирования в себя самого. Что вы на этой неделе в себя заложите? Какие эмоции, какие мысли, какие процессы? То и вырастет. На этой неделе вы можете рассчитывать на поддержку женщины. Женщина, которая для вас близка. Просто нахождение в ее поле может для вас очень многое решить. Вы увидите для себя совершенно новые границы возможного. Придут новые темы. Но без инвестирования в себя самого и того, что вы должны поставить себя на первое место, ничего не получится. Рыбы. Рыбам на этой неделе значительно повезет. Вы получите какие-то приятные бонусы от вселенной, какие-то подарочки судьбы, и вы получите результаты своих усилий. Вы их прямо оцените, увидите и присвоите, что самое важное. Ваша семья будет поддерживать вас. А еще на этой неделе вы можете приглашены быть на какое-то бракосочетание или узнать о том, что кто-то будет создавать семью. Помните о том, что на этой неделе, если вы действительно поняли, что у вас есть какие-то результаты, постарайтесь ими тоже поделиться с другими. Не в форме хвостовства, а просто как констатация факта. Это декларирование не только себе, но и другим людям о том, что вы делаете, и делаете вы это не просто так, а с каким-то результатом. Вселенная в этот момент фиксирует это и даст вам в следующий раз чуть больше. В общем, на этой неделе есть прям такое прямое предупреждение, что пора выходить из какого-то глубокого, затяжного эмоционального кризиса, если вы в нем находитесь. Оценить свои результаты и поделиться ими со своей семьей. На этой неделе у меня для вас все. И, конечно, под этим видео я жду ваших комментариев. Для меня важно, ценно. Я говорю вам об этом после каждого своего предсказания. А также хочу поделиться тем, что этой осенью стартует магическая программа «Третий поток». Если ты чувствуешь в себе силу, если ты понимаешь, что она в тебе есть, если у тебя есть даже мысли об этом, я тебя приглашаю стать участником моей магической программы для того, чтобы раскачать свою силу и найти свою магическую сущность. И помните, срайдов стабильно. Не забудьте поделиться мной в своих социальных сетях с теми, для кого вы их ведете. Возможно, кому-то тоже нужна поддержка и опора. Субтитры создавал DimaTorzok